Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В сегодняшнем видео я покажу вам полное руководство по сборке часов на основе микроконтроллера от Mega328 и адресных светодиодов VS2812. Принципиальная схема светодиодных часов была разработана в онлайн-среде изи-еда. На схеме светодиодных часов содержатся такие узлы, как управляющий микроконтроллер от Mega328, микросхема реального времени DS3231, сенсорные кнопки на основу микросхемы TTP223BA6 и адресные светодиоды VS2812. Исходя из принципиальной схемы, получилась двусторонняя печатная плата управления. В схеме будут использоваться SMD-компоненты для поверхностного монтажа только с одной стороны, на верхнем слое печатной платы. Также в онлайн-среде изи-еда присутствует предварительный просмотр 3D-модели будущей печатной платы. После создаем гербер-файл и загружаем его на сайт производителя печатных плат GLCPCB. С завода-производителя GLCPCB получаем печатные платы очень высокого качества. Также в комплект с печатными платами я заказывал трафарет из нержавеющей стали для нанесения паяльной пасты и облегчения монтажа SMD-компонентов. Далее накладываем трафарет на печатную плату и позиционируем отверстия в соответствии с расположением контактных площадок SMD-компонентов. После на трафарет наносим паяльную пасту и небольшим шпателем тщательно заполняем все отверстия, оставляя хороший равномерный слой на контактных площадках для припаивания всех компонентов поверхностного монтажа. Нанесение строго дозированного количества паяльной пасты снижает вероятность появления перемычек между печатными проводниками. Далее переходим к монтажу печатной платы управления светодиодных часов. Для пайки всех компонентов поверхностного монтажа будем использовать паяльную станцию с термовоздушным феном. Далее переходим к программной части светодиодных часов. Для прошивки микроконтроллера от MEGA328 будем использовать среду для программирования Arduino IDE. Перейдя на сайт, скачиваем актуальную версию для своей операционной системы, нажав на вкладку ВИН 7 и выше. После нажимаем на вкладку «Просто скачать» и сохраняем файл. Из папки загрузки запускаем XF-файл Arduino IDE. В открывшемся окне соглашаемся с лицензионным соглашением. Нажимаем дальше и после нажимаем «Установить». Если во время установки Arduino IDE по какой-то причине у вас не установился драйвер, то их можно установить вручную из папки с программой, расположенной по пути диск-с, программ-файлс x86, ардуино, драйверс и запускаем XF-файл в зависимости от разрядности операционной системы. Для удобства работы с папкой «Библиотек» создаем ярлык и сохраняем его на рабочем столе. Далее устанавливаем права администратора на всю папку с библиотеками, для того, чтобы каждый раз не приходилось подтверждать изменения от имени администратора. Для лучшего понимания и отображения файлов во вкладке «Вид» устанавливаем галочку для расширения имен файлов. Для работы Arduino IDE нам также понадобится Java Runtime Environment. Переходим на официальный сайт Java и скачиваем установочные файлы. Из папки «Загрузки» запускаем XF-файл, после чего в открывшемся окне нажимаем на кнопку «Установить». Возможно, Java не актуальна для новых версий Arduino IDE, но может также пригодиться для других программ. Для того, чтобы была возможность работать с китайским аналогом Arduino Nano, нужно установить драйвер для USB TTL-конвертера. Драйвер можно легко найти и скачать в интернете, или вы можете скачать архив с файлами, перейдя по ссылке ниже в описании. В папке «Загрузки» из архива извлекаем файлы с драйвером. Открываем появившуюся папку, внутри которой запускаем установочный файл, после чего жмем на кнопку «Установить». При первом подключении Arduino Nano компьютер автоматически распознает и установит программное обеспечение драйвера устройств. В диспетчере устройств проверяем, к какому виртуальному порту подключена плата Arduino Nano. В моем случае это виртуальный COM-порт 3. Далее настраиваем Arduino IDE для использования платы Arduino Nano. Среди Arduino IDE нажимаем на вкладку «Инструменты». Далее выбираем плату, с которой мы будем работать. Еще раз нажимаем на вкладку «Инструменты» и выбираем правильный виртуальный COM-порт. Далее очередной раз нажимаем на вкладку «Инструменты» и выбираем модель процессора. Это может быть как старая, так и новая модель от Mega 328. В среде Arduino IDE нажимаем на вкладку «Файл», после выбираем вкладку «Примеры». Далее выбираем «Основы» и нажимаем мигание светодиодом. В открывшемся окне нажимаем на компиляцию кода, после чего загружаем прошивку в Arduino Nano. После того, как прошивка загрузилась, на плате Arduino можно наблюдать мигание светодиодом один раз в секунду. Это говорит о том, что наша плата исправна и готова к последующему применению для более серьезных задач. Для того, чтобы записать загрузчик Bootloader во внешний микроконтроллер от Mega 328, нужно соединить первый коннектор на печатной плате управления с Arduino Nano следующим образом. Плюсовой контакт Arduino соединяем с плюсовым контактом коннектора. Минусовой контакт Arduino соединяем с минусовым контактом коннектора. Контакт Arduino 13 соединяем с контактом SCK. Контакт Arduino 12 соединяем с контактом MISO. Контакт Arduino 11 соединяем с контактом MOSI. И контакт Arduino 10 соединяем с контактом RESET. Далее переходим к записи загрузчика Bootloader в микроконтроллер от Mega 328. В среде Arduino I1 нажимаем на вкладку «Инструменты» для проверки правильности выбранной платы Arduino виртуального комп-порта. Далее нажимаем на вкладку «Файл». После нажимаем «Примеры» и выбираем Arduino ASP. В открывшемся окне нажимаем на компиляцию кода, после чего загружаем прошивку в Arduino Nano. Затем открываем вкладку «Инструменты». В очередной раз проверяем правильность подключения платы и виртуального порта. После выбираем программатор Arduino ASP. Потом еще раз открываем вкладку «Инструменты» и выбираем запись загрузчика. Для записи прошивки в микроконтроллер от Mega 328 будем использовать модуль FTDI USB UART на микросхеме FT232RL. Далее переходим к соединению FTDI модуля и печатной платы управления. Соединяем плюсовой, минусовой, RX, TX, DTR контакты модуля FTDI со вторым коннектором на печатной плате управления, контакты которого имеют такие же названия. Перед тем, как начать прошивать микроконтроллер от Mega 328, нужно скопировать файлы из папки проекта светодиодных часов и вставить их в папку с библиотеками Arduino ID. В среде Arduino ID нажимаем на вкладку «Инструменты» и выбираем вкладку «Программаторы», где меняем программатор Arduino ASP на программатор AVR ASP MK2. Далее снова нажимаем на вкладку «Инструменты» и проверяем правильность выбранного комп-порта для FTDI модуля. В моем случае это виртуальный комп-порт 5. После нажимаем на вкладку «Файл» и выбираем файл с программным кодом. В открывшемся окне нажимаем на компиляцию кода, после чего загружаем прошивку микроконтроллер от Mega 328. Для создания 3D-визуализации чертежей корпуса светодиодных часов применялась программа Compass 3D. Детали корпуса устройства будут изготавливаться из 4-мм фанеры, предназначенной для лазерной резки. Все файлы чертежей были сконвертированы в формат DXF и переданы компании, занимающейся раскроем листовой древесины. Далее переходим к сборке корпуса светодиодных часов. Соединяем печатную плату управления и заднюю панель при помощи винтов М3 и латунных стоек длиной около 15 мм. Длина латунных стоек может отличаться, так как толщина фанера варьируется от 3,7 до 4 мм. С передней стороны печатной платы докладываем три средних панели с прорезями в виде 7-сегментных индикаторов. С торцевых сторон деталей в прямоугольное отверстие вставляем гайки М3. После накладываем четвертую среднюю панель и белое полупрозрачное органическое стекло для рассеивания света толщиной 1 мм. Далее накладываем переднюю панель и стягиваем все детали между собой винтами М3 длиной 10 мм. Для того, чтобы придать более эстетичный вид корпуса светодиодных часов, устанавливаем облицовочную панель с торцевой стороны стянутых между собой деталей и фиксируем все винтами М3. М3 длиной 10 мм. На задней стороне корпуса часов расположены сенсорные кнопки управления. Выгравированные буквы в окружностях означают следующее. Буква Пи означает питание, буква Си означает изменение цвета, буква Х означает смену часов и буква М означает смену минут. Также для корпуса светодиодных часов были предусмотрены специальные крепления, чтобы была возможность повесить их на стену. Для того, чтобы их установить, между корпусом устройства и креплением на стену вставляются пластиковые стойки длиной 5 мм с внутренним диаметром отверстия 3 мм и фиксируются винтами М3 длиной 20 мм. В моем случае я буду использовать подставку для часов, состоящую из двух деталей, в одной из которых предусмотрено отверстие для фиксации корпуса винтом М3 длиной 15 мм. После монтажа корпуса переходим к демонстрации работы светодиодных часов. Также в часах присутствует фоторезистор, который отвечает за яркое освещение в длинное и ночное время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делитесь с друзьями, дальше будет еще больше интересных видео.